Здравствуйте! Это программа о проблемах села и как их решают крестьяне, о достижениях и промахах, которую напрямую касаются и жителей городов, в частности Магнитогорска. Более 70% всего продуктового набора в городах области произведено местным агропромышленным комплексом, ближайший к городу Агаповский район. Население почти 35 тысяч человек, каждый седьмой работает или учится в Магнитогорске. В этом году засеяно 110 тысяч гектаров, это 97% пригодны к пашне земли. Почти 400 миллионов рублей таковы убытки аграриев в этом году всему виной засуха, которая обрушилась на селян в начале лета. Почти половину всех зерновых площадей пришлось списать. Экономику нынешнего крестьянского года можно поправить только за счет животноводства и продажи овощей. Эти пожухлые хлеба, если и возьмет жадка комбайна, то урожайность составит менее 6 центнеров с гектара в два, а то и в три раза ниже обычного. Из-за погодных условий структура растений изменилась. Кошенные ростки будут представлять из себя скорее не солому, а сено и пойдут на корм скоту. 40% сельхозяйственных культур у нас пострадали по засухе, пришлось их списать, в том числе 41% зерновых культур пострадали. Но руководители района не теряют оптимизма. На фоне санкций, которые Россия выставила зарубежным аграриям, в районе говорят, что нужен только областной заказ, а продукция будет. Мы верим в свои силы. Агаповский район не то, что говорить о Магнитогорске. Челябинская область может быть легко обеспечена всеми необходимыми продуктами питания. Сейчас ежедневно в районе заготавливают полтора-два десятка тонн сена. Выжившие хлеба тоже будут переведены в фуражное зерно и пойдут на корм скоту. Сейчас его стоимость около 6 тысяч рублей за тонну. Во многих хозяйствах еще неделю назад скосили кормовые травы, а сегодня механизированные комплексы подбирают траву. Я думаю, что зимовка в этом году по кормам будет легкая, потому что кормов в этом году, благодаря вот этим последним дождям, которые прошли на июль, начало августа, сено потянулось хорошо. С кормами проблем в этом году, я думаю, что не будет. Еще месяц погожей погоды потребуется, чтобы полностью обеспечить зимовку всего районного скота. Уже сейчас есть уверенность, что 5 тысяч дойных коров не будут голодать. Почти 10 лет руководит Агаповским районом Александр Домбаев. Потомственный крестьянин досконально знает все нужды и чаяния местных производителей. Александр Николаевич, есть ли еще резервы у района? Агаповский район всегда обеспечивал город Монтегорск овощами и картофелем. То есть в этом дефицита, по сути дела, никогда и не было. И этот год не исключение, тем более урожайный картофель хороший, в принципе, и на овощи. Сейчас стоит проблема, куда сдать, куда сбыть эту продукцию. И сейчас уже говорят о том, что картофель необходимо закладывать. Это тоже хорошо, да, это гарантия, что всю зиму картофель будет местный. Картофель есть, овощи есть. И как всегда мы обеспечивали и обеспечим на 100% город Монтегорский. И более того, всегда торговали, и будем торговать еще и на сторону. Близость к Монтегорску – это гарантированные рынки сбыта, но и Ахиллесова, Пита района. Работу легко можно найти в городе. Нет ли недостатка в рабочих руках? Дефицит кадров есть, он так явный. Понятно, что человек ищет где лучше, где выше заработная плата. Вот такая вот миграция, она как бы постоянно. Но вот мы говорим о том, что если будет село обеспечено заказом на тот же картофель, на овощи твердые, что у нас этот картофель купят, заберут или еще что-то, значит, будет объем работ, будет заработок. И те, кто ушел в город, они вернутся и будут работать на селе. Как вы думаете, нужна ли помощь государства денежная фермерским хозяйствам на районах? Вообще нужна политическая определенность. Если мы выращиваем, если мы обеспечиваем продуктами, то должен быть своеобразный какой-то заказ, что нужно столько картофеля, столько овощей, зерна, молока и мяса. Село в состоянии обеспечить не только город Монтогорск, мне кажется, и страну в целом продуктами питания. И более того, и торговать так же, как другие страны, вывозить эту продукцию. Уже в будущем году на овощных полях Челябинской области, возможно, не будет гастарбайтеров из Китая. Рабочим из Поднебесной отказано в квоте. Между тем, это главное подспорье овощеводов. Они считают, что монотонный физический труд под силу только китайским гастарбайтерам. Несколько комиссий проверяло условия жизни в России наемных рабочих. Было много замечаний, касающихся быта гастарбайтеров. Именно на этом основании квоты были отменены. Это поле всего лишь 5 гектаров. Китайские рабочие ведут выборочную уборку урожая. Надо собрать около тонны, потом вся бригада перейдет на луг. Большинство китайцев знают эти поля, как свои пять пальцев. Работают 15-й сезон подряд. Бригадир Сунь Хуньви говорит, что раньше не было никаких проблем с приездом, а на будущий год, возможно, придется остаться в Китае. Работаем нормально, работаем с удовольствием. Китай, Россия, друзья. Хотим приехать еще. За сезон каждый гастарбайтер зарабатывает 2-3 тысячи долларов. В зависимости от конъюнктуры рынка берут либо деньгами, либо овощами. Руководитель хозяйства Александр Перевозчиков говорит, что таких трудяк в округе днем с огнем не сыщешь. Не раз обращался в службу занятости, агитировал местных жителей. Мало кто соглашается на изнурительный труд. Хотя в день можно заработать тысячу рублей. Между тем, от нехватки рабочих рук только за последние два года площадь овощей вокруг Магнитогорска снизилась почти в 10 раз. Перестали давать красные башкирии китайских рабочих. Очень сильные, уважаемые, хорошее хозяйство красные башкирии. Но он сегодня полностью отказался от производства овощей. В связи с тем, что не стало китайским. У нас в Агаповский район Первомайка, Выборы. Да, Наровчатка уже снижает резко. Соседний район Верхнеуральский. Каскад, Надежда. Нету сегодня таких овощеводческих хозяйств. В пригородных районах овощами засеяно менее 200 гектаров. Корнеплодов и картофеля для города хватит, но только из-за обильного нынешнего урожая. Предполагается, что на осенних ярмарках горожане приобретут свыше 100 тысяч тонн овощей. А вот крупные сетевые магазины почему-то не жалуют местных производителей. Только одно предприятие в Челябинской области вхоже в крупные торговые сети. В Агаповском районе таких нет. Поэтому цена в крупных магазинах овощей в два, а то и в три раза выше, чем от производителя. Овощеводы Челябинской области объединены в ассоциацию. Руководители направили письмо главе региона Борису Дубровскому с просьбой восстановить квоты на гастарбайтеров из Китая. По их мнению, только они смогут поддержать высокую урожайность овощей в области, в том числе и второго хлеба – картофеля. О ходе уборочной кампании в Челябинской области нам по телефону рассказал заместитель министра Евгений Ваганов. Примерно 2% зерновых у нас уже обмолочено. В основном это юг области, серые хлеба, овцы и чмени. Урожайность пока идет 11 центнеров с гектара. Также идет уборка озимых культур. Там урожайность гораздо выше, порядка 23 центнеров с гектара. Озимые культуры начали все районы. И южные, и северные. Также южные районы вышли и на обмолот уже пшеницы твердой. Это Брединский район, Кизильский, Варнинский, Агаповский. Хлеба, конечно же, хватит. На этот год прогноз на урожай больше, чем в прошлом году. Планы, которые мы себе ставим, 1 миллион 600 тысяч тонн, я думаю, мы их выполним, лишь бы дала погода. А теперь прогноз погоды для работников сельского хозяйства на ближайшую неделю. Мы ожидаем с понедельника небольшое понижение температуры. Ночью 9.14, днем 19.24. И в отдельные дни кратковременные дожди. То есть, если сказать немножко поточнее, то приблизительно в середине недели мы ожидаем небольшие дожди. До встречи в следующую субботу. Через неделю речь пойдет о развитии животноводства в области. С вами был Андрей Подольский. Редактор субтитров А.Семкин